МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Термин службы сельско-господаршей техники приклад на 10 годов. И большая частка той, что эксплуатуется на полях Беларуси, свое уже отслужила. До того же, с повеличением количества фермерских господарок, возникает потреба не только в новых партиях комбайнов, але и у техницы пристосованы для працы на невеликих площах. Новые самоходные кормоуборочные комбайны могутностью до 250 конских сил будут зручными, энергоэффективными и, зрозумело, больштанными. Великим комбайном могутностью, например, у 600 конских сил. На таких полях користаться экономично невыгодно. Частей за все они працуют только на 20-30% от своих мягчимостей. В последнее время больше внимания уделялось энергонасыщенным и высокопроизводительным машинам. В сельском хозяйстве сложилась ситуация, что небольшие по объему работ вынуждены наши сельхозтоваропроизводители выполнять именно этими машинами, которые ухудшают экономические показатели, увеличиваются себестоимость производимой продукции. А зараз только в Беларуси наличивается свыше трех тысяч фермеров и селянских господарок. Новая техника станет экспорта ориентованной. Бо уже зараз можно сказать, что аналога у новым комбайнам нема не только у украинных близкого, а и далекого замежа. КВК-6025 – это новая разработка наша, которая будет востребована, я думаю, во многих странах. Мы являемся лидерами. Раньше, когда был Советский Союз, ГОМ «Сельмаш» был специально создан, построен для обеспечения всего Советского Союза кормоуборочной техникой. Поэтому мы имеем огромный опыт разработки этих машин. И поэтому нам, конкурентам на постсоветском пространстве, в общем-то нет. А кроме того, необходное створение сельскохозподаршей техники невеликой могутности подтверждают и выники перамоу сельга с вытворцами Пакистана, Таиланда и Индии. Там большинство вытворцов – минавито фермерские господарки с невеликими наделами земли. Когда появятся такие машины в Беларуси, в этих краинах можно будет створать суместные предприемства. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Информационно-пропагандистская группа Гомельского «Гарвы-Канкама» начали с мэром Пятром Керыченком наведала Институт лесу Национальной Академии Навук. У склад группы вошли керавник администрации Центрального района Андрей Горбачоу, представники отделов и службов «Гарвы-Канкама». Подребязности визиту у наших корреспондентов. У гэтым помешканний знаходятся самые первые довоянные справоздачи Института лесу Национальной Академии Навук и уникальные географичные карты у Гомельской земли. Такие заховалися еще с часов паскевичов. С экспонатами музея на прамках медийности навуковой установы ознайомился мыр Гомеля Петр Керыченко разом с информационно-пропагандистской группой «Гарвы-Канкама». Даречу, уникальные речи тут можно знайсти практически на каждом поверхе будинка. Так, у одной из лабораторий коллекция штамов грибов, якая на сегодня признана национальным здобытком Республики Беларусь. Представляете, мы в прошлом году, в этом году, в начале года, мы купили, приобрели полногеномный секвенатор. Это очень сложная машина, я бы сказал, очень суперсложная машина. Но мы ее освоили и уже к июню мы провели полное геномное секвенирование грибофомы. Это впервые в мире это было сделано. Молодые специалисты установы у рамках проекта «100 идей для Беларуси» пропоновали организовать фитопатологичный центр. Идею подтримали. На ее реализацию выделили сродки. Гроши выдатковали на ремонт помешкания и на бытсю обсталявания. И уже сегодня идея себе оправдала. За годы иснования института подобных проектов было реализовано немало. Под часу встречи с коллективом, мэр города познайомился с некоторыми из них. Я обмерковал пытания взаимодействия. Наши каштаны, они очень здорово болеют сейчас. Это не сегодня случилось, но вот уже порядка 10, может быть, 15 лет, когда мы имеем такую беду. Поэтому я думаю, что имея такой институт, мы, конечно, вправе рассчитывать, чтобы они нам подсказали и как с теми растениями, которые сегодня мы имеем вести и правильно за ними ухаживать. Ну и, может быть, подсказали на перспективу. Все-таки какие? Учитывая, что город растет, количество транспорта растет, экология не улучшается, какие растения, какие деревья, кустарники лучше использовать в городском хозяйстве, чтобы не только украсить город, но одновременно и экологически его очистить. Петр Керыченко дал установчую оценку працы коллективу, с яким сустрылся одразу ж после знакомства с деятельностью института. На сустрече он проинформовал об социально-экономичном развитии Гомеля и выслухал, чем сегодня живут супрацовники установы. Ганна Ковалева, Олеса Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Як вядома, минавита пошта з'является посредником помеж детьми и Дедом Морозом. Однако у гэтая дни в роли опошняха можа выступить любы жадаючи. У Гомельской области стартовала добрачная акция «Марафон добра». Як стать ее удельником, высветляла наш корреспондент Ганна Ковалева. У гэтый дни на ведвольник любого отделения совести Гомельщины можа набыть конверт першого класса и покинуть его супрацовнику пошты для передачи у дитячий дом або социальный притулок. Таким чином, вахованцах гэтых установы смогут написать лист своим батькам, потенциальным усыновителям, теж самому Деду Морозу. Один таки конверт каштуя каля 8 тысяч. Дарыч и заход цена практичны не изменилась. У минулый раз было собрано каля 10 с половой тысячи конвертов. Усе яны были передадены детям, а затем отправленные своим адресатам. В прошлом году, в районе Нового года, мы начали это где-то в середине декабря и закончили 6 января. И в этом году мы также это делаем приблизительно в эти же сроки. Предлагаем эту акцию нашим клиентам и активно принимаем участие в ней сами. Наши работники тоже очень активно приобретают эти конверты и передают их в детские дома. Дарыч и в этом году сами удельники акции унесли у ее новую традицию. Кроме конверта, многие набывают календары, ручки, шитки и иншие речи и так само покидают их для передачи детям. И хоть это уже не уходит, в умовы акции супрационники почты идут на сустрач доброчинцам. На сегодня у каждом отделе несувязи областного центра уже собрали по одной, а то и по некольки скрынок, наполненных корыстными сувенирами. Кроме того, наведывальники почты за свой кошт могут оформить подписку на любое детящее выдание для выхованцев социальных притулков и детячих домов. Всем известно, что почта имеет прямые контакты с Дедом Морозом. И в этом году, как и во все предыдущие, через почту любой родитель может заказать для своего ребенка письмо или целый подарок от Деда Мороза. Если мы говорим о письме, то это яркое красочное поздравление самому чудесному ребенку. Но вот это письмо можно еще дополнить любым из трех видов игрушек. Если ваши дети хотят самостоятельно отправить лист Деду Морозу, то писать на конверте докладный адрес совсем не обовязково. Каждый сотрудник почты ведает его на память. Достатково написать имя отримальника и лист несумненно знойте своего адресата. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельским-Градским следчим комитете пройшел день открытых дверей. Больше за 50 наученцев кадетского училища вырошили подрабязни доведаться про працу следчих. Самой цікавой была практичная частка. Подлеткам демонстрывались науково-технические сроки, которые следчие выкаристовывают по час працы на месте здарения. Миношукальники, приборы для отшукания биологичных следов и отбитка у пальцев. До речи, правильно снять отбиток – справа не такая простая, как показано в фильмах. После атеретичной частки кадеты отримали практичные веды. Они попробуют сами, лично, при помощи дактилоскопических порошков, обнаружить и изъять с условного места происшествия банальный отпечаток следа пальца руки. Як означал аркадь Стратяков, сегодня не так шмат жадающих поменять зручные джинсы на форму. До речи, как трапить на працу следчий комитет, необходимо отримать высшую юридичную адукацию, альбомед, среднюю адукацию и стаж працы. Белорусские народные, популярные и навод авторские. У Гомелии на отборочном туре на Славянский базар прогучало прикладно полсотни песен. Дорослые и юные артисты из всех районов Гомельской области споборничали за махчимость стать финалистами. Профессийные журы прослуховывала конкурсантов, каждый из которых подрихтовал по две песни. Заявки на отделу отборочным туры подали больше за два десятки артистов. Десять их, по пять у каждой взрослой категории, будут представлять регион на дорослым и детячем конкурсе «Славянский базар» у Витебска. «Славянский базар, я сдуваю самоварь, гостики ведут гостицы, а смотри не гонись, пусть и сюда погонись». Журы оценивала не только вокальные дадены конкурсантов, а лейвы канавчая майстерства, а так само артистичные сдольности. Среду дельников отборочного тура у Гомеле переважали у основным представницы прыгожего полу. 16-го и 17-го Снежня левших вокалистов будут выбирать у Могилеве. Я, когда была дома, я постоянно приходила с музыкальной школы и дома учила эту песню. Тяжеловато. Ну, а как еще песню учатся? У областным драматичным театра пройшел первый в регионе конкурс прыгожостей грации сирот замужних жанчин «Месяц Гомель-2015». У делу им приняли творчая и поспеховая соправдная леди, які до того ж являются клопатливыми женками и мать. Про то, як проходила гэта яскравая и ведовичная споборництва, расскажет Вероника Ворошилина. Быть прыгожей, мэтанакерованной, поспеховой, упыненной у соби, а головная счастливой женщиной можно у любому взрости, при чем у незалежности от працовных и хатних клопатов. Миновита гэта идеалы пропагандуя конкурс прыгожостей грации сирот замужних жанчин «Месяц Гомель-2015». Юн объеднал 15 представниц самых разных профессий, які побудовали свое семейное счастье и зараз выховывают детей. И Надежда Петренко – мама шестерых детей. В 2011 году она крышлена орденом матери. Самая важная в жизни Надежды – ее семья. Именно в ней она черпает силы и вдохновение. Мама как многодетная – это мама многодетная. То есть это готовка на кухне, это пироги, это, допустим, учеба какая-то, это работа. А это совсем другое, какое-то самоутверждение себя. То есть стараешься быть еще сильнее, еще выше, помимо того, что у меня есть дети. На протяжении месяца гомельские пригожения рыхтовались до конкурса в режиме нон-стоп. Сумещали семью и штадионные хатные клопоты с дефиле, занятками хореографии и фитнес-тренировками. По силу своей мудрости и полного житового опыта, они працовали одним, дружным и зладженным коллективом. Девушки, на самом деле, очень сдружились. Помогали друг другу на примерках, на репетициях, подсказывали. То есть никакой конкуренции абсолютно чувствуется. Они для себя, для своего комфорта все это делают. Самым яскравым экранальным моментом конкурса «Миссис Гомель» стал выход финалисток у супроводжения деток. Варта отзначить на сцене, я натремаліся не меньше упевнена за своих пригожих мам. Шмадетная мать Надея Пятренга з'явилась у супроводжения усіх своих шестерых дятей. А конкурсантка Вольга Валяватая вышла на подъем со своим семимесячным сыном Владиславом. Далее же усіх у дельниц душевные горыча подтримливали родные и близкие, як подчас конкурсу, так и при его подрыхтовцы. Моя мама приїхала за 100 км, щоб понянчиться з внуком, я в це время пішла на кастинг. Ну і, соответственно, пішла кастинг. Вот, конечно, родные помогають сидеть з ребёночком, з мальчиком, сыночок у мене. По выніках усіх конкурсних випробувань, у гоноровая звання «Миссис Гомель-2015» завоевала клопотливая жонка і маті Наталя Яжова. На подоумі я надефілировала со своєй маленькой пригожуней дачкой Николь. Вот она, новая воскреснящая звезда, не стоит забавити, вся мать. Конкурс про гажості іграці і сяро-замужніх жанчын у нашім регіоні отбывся у першыню. Однак організаторы уже мають задумку проводять гэтае відовічне і яскраве шоу кожне два годы. Вероніка Ворошиліна, Ігор Марышчанка, телерадоокампанія «Гомель». У Гомельській обласної універсальної бібліотеці «Мя Лєніна» отбывся концерт баяністів-віртуозів, лауреатів міжнародних конкурсів Андрея Дауженкі і Дзмітрія Пісаніка. Гэтае молоде та ліновітае і креативне музыкі скончили гомельський державний калеж мастацтвів ім'я Соколовського, а за тим працягнули своє навучання у Білорусской державной академії музыки. У выніку яны сварылі дуэт «Не баян стайл». Гэта унікальны па своім формаці музычны праєкт, оригінальныя сучасныя аранжырокі класічных і народных мелодай, а таксамы вядомых естрадных хітоў, цалкам м'яняюць звыклые гучанні баянов і адлюстровуюць новаторскі погляд виканаўців на традиційныя музычныя компазіція. Андрей Дауженка і Дмитрий Пісанік неаднаразово подтверджалі своё майстырство на прэстыжных міжнародных конкурсах і фестывалях у Білорусі, Расі, Україні, Германі, Літві і Латві. У планах у гэтых амбіційных виканаўців не спыняцца надасягнутым. Яны збираюцца і далі сумішчаць музычныя стыли, кавствараць нові оригінальні баянныя компазіція, а таксамы развивацца ў іншіх творчіх на прамках і реалізовуваць своі аутарскі ідеї. У нас є ідеї создання нового продукта, каторого, в принципі, ещё нет. То есть сделать, ну, так, открою секрет, є в мыслях, сделать такой своеобразный концерт, мюзикл, но только інструментальний. Основан на каких-то народных произведеннях, там даже у нас будет и сюжетная линия. Это мы сделаем, наверное, к осени, к следующему концертному сезону. І гэта была пушні інформація нашага выпуску. У студы працывала Наталья Ігнатянка. Усяго вам добрага і до новых сустречу ефіры. Наталья Ігнатянка. Наталья Ігнатянка. Субтитры создавал DimaTorzok